Я про то, чтобы вы четко осознали вообще свои способности справляться с потерями. И, кстати, у многих из вас эти потери, даже небольшая потеря вас может выбить из равновесия. То есть, если у вас даже небольшие потери выбивают из равновесия, то есть вы можете представить, когда, если на перспективу, когда ваш капитал в 5-10 раз станет больше. Вот что с вами будет? У многих это как раз очень сильная защитная реакция. То есть ваша психика часто ставит защиту, эта защита отражается именно саботажем. Вы потом можете просто наблюдать графики, делать домашку, но не входить, потому что после убытка вы будете фокусироваться уже не на заработать, а на не потерять. И вот это разное состояние. Одно ресурсное, а одно уже тревожное, потому что вы уже будете входить на основе страха, на основе тревог. И это будет вам мешать тоже делать, скажем так, адекватные входы в позицию. На что вам стоит тоже обратить внимание? Почему, в принципе, вы можете, когда вы анализируете, вот я не зря вам задала этот вопрос, чтобы вы, ну, во-первых, чтобы вы включились сейчас во время нашего эфира. И всегда, когда я провожу эфиры, мне важно, чтобы вы выходили с пользой, чтобы вы не просто просмотрели это как очередное какое-то видео, да, в YouTube. Это для того, чтобы вы могли сфокусироваться на себе, потому что у трейдеров часто запросы одинаковые. Вот когда они пишут, да, в консультацию, запросы часто одинаковые. Причины, которые к этому привели, всегда кардинально разные. Нет, вот поверьте, нет ни одной. За несколько лет работы с трейдерами ни одной, нет похожей истории. Совершенно у каждого по-разному срабатывают паттерны, которые приводят к потерям на рынке. Чем хороши для вас потери? И хорошо, если они проходят, ну, минимальными суммами, конечно, и в начале этапа. Во-первых, что вы видите свою финансовую зону. А финансовая зона комфорта у трейдеров, она тоже кардинально разная. Это точно так же, как для вас будет, у каждого будет свое много, у каждого свое будет дорого, то есть у каждого свое будет счастье, да, что мы вкладываем в эти понятия. То есть у каждого из вас есть своя финансовая зона комфорта. Когда вы теряете на рынке, то есть вы сами фиксируете, вы сами сразу определяете за рамки, за финансовые, какие рамки вы можете выйти. То есть в каких рамках вы постоянно вращаетесь. Это первый знак, то, что вам помогают, что понять, убытки, когда вы теряете на рынке. То есть чтобы вы не просто, да, смотрели, все, я потерял, все плохо, сворачиваемся, да, то есть вы уходите в самобичевание. Нет, для вас убытки как раз, они помогают вам понять, а что с тобой происходит в твоем внутреннем мире. Насколько ты готов, насколько ты умеешь контролировать себя, насколько ты гибкий, когда меняется фаза рынка, насколько ты можешь понять, когда я могу сделать шаг назад, когда пора немножко уменьшить контракты. Когда я не понимаю рынок, значит, я побуду вне рынка. То есть вот это вам, ваши убытки, они вам как раз помогают понять, насколько вы можете по-зрелому контролировать весь торговый процесс и все торговые свои эмоции. Потому что большой признак, скажем так, трейдера, да, который умеет это делать, это зрелость. Это зрелость, это про то, что я не обижаюсь на рынок, потому что только трейдеры часто говорят, я на рынок обиделся. Почему ты обиделся? Это позиция ребенка. Я на рынок обиделся. Почему я обиделся? Если я сам сделал домашку, если я сам открыл сделку, но я обиделся на рынок. Часто вы обижаетесь не на рынок, вы обижаетесь на себя. И часто к себе у вас очень много претензий. И вы злитесь на тех трейдеров, у которых получается, кто выставляет свои трейды лучше. Поэтому первое, что вам помогают убытки, вот я говорю, я сейчас вам, да, немножко в тыльную сторону покажу и сделаю, да, такой небольшой, да, чек-лист, на что вам стоит обратить внимание, чтобы вы провели ревизию для сами собой. Потому что я говорю, что у каждого из вас будут совершенно разные проблемы срабатывать. Когда мы говорим про финансовую зону комфорта, то есть это не касается трейдеров-предпринимателей. Почему не касается? Потому что, к сожалению, тоже из наблюдения для трейдеров-предпринимателей, трейдинг становится очень эффективным и рабочим инструментом слить деньги. То есть, к примеру, если у него будет в бизнесе хороший приток денег, а он психологически не готов масштабироваться, он просто будет в трейдинге сливать. И там уже не помогут ни знания, ни наставники, ни опыт. Вот это как раз про то, вам первый будет признак то, что вы будете действовать хаотично, что вы будете входить в те позиции, которые вообще не ваши, вообще не ваша формация, это вообще не ваша домашка. Но это бессознательные процессы. Почему еще важно понимать свою более глубинную цель, более глубинные бессознательные потребности? Сейчас я вот немножко вам просто говорю, проговорю те моменты, на которые вам стоит обратить внимание. Поэтому говорю, что если касательно трейдеров-предпринимателей, у них может быть финансовая зона очень широкая. В принципе, у каждого из вас она может быть очень широкая, но как раз ваше взаимодействие с деньгами, когда они приходят, вот насколько вы их можете удержать и приумножить, вот это как раз говорит про вашу некую финансовую емкость, то есть те деньги, с которыми вы можете взаимодействовать. Причем я говорю, что для трейдера-предпринимателей финансовой рамки он не сможет по нейтрейдингам. Он только может наоборот заметить, что он реально оттуда берет, а сюда сливает. И это уже будут бессознательные стратегии. В чем еще проблема, когда мы разбираем эту тему, в том, что часто, на что вам нужно обратить внимание, да и только что проговорила про ваши бессознательные стратегии. Это вам для начала нужно тоже определить, в принципе, ваши цели на трейдинг, с чем вы изначально пришли сюда, с какими ожиданиями. Потому что если у кого-то из вас есть за вашей спиной куча долгов, кредитов, обещаний кому-то, да, что я смогу, то есть, конечно, вы будете на рынок тогда возлагать очень большие надежды и ожидания. И те убытки, которые вы несете, это потому, что и вы огорчаетесь. Вас выбивает из равновесия, то есть вам тяжело потом войти снова в рабочую торговую колею, только потому, что рухнули ваши надежды. Снова не получилось. Я хотел, у меня снова не получилось. И это уже тоже уходит у нас самобичевание. И важно вот вам, да, важно для себя понять, когда мы говорим, да, вот сейчас про, когда вы несете убытки, в чем я говорю, что для начала, конечно же, трейдерам очень важно это хотя бы на два дня. Вам иногда два дня достаточно будет для того, чтобы сделать тайм-аут и просто не, в принципе, отойти от рынка. Вот прям вообще не смотреть ни графики, не мониторить, ничего. Потому что вам мега важно во время убытка, почему говорю, у каждого из вас разная сумма вас выбит из равновесия. И, кстати, вы свою большую потерю тоже знаете. И вы, если я вас сейчас бы спросила, каждый из вас описал бы эмоции, что с вами произошло. И потому что есть такие небольшие, да, убытки, которые, ну, могут быть в рамках системы, но они могут быть именно серией убытков. И вот один не выведет из равновесия. Если это уже будет там неделя подряд, то, конечно, это вас под накроет. То есть вам важно понимать, с какой суммой денег вы не можете взаимодействовать. И говорю, что вы просто определите свои финансовые рамки. И вы просто даже сами, да, будете понимать, насколько вы можете расти в рынке именно, потому что часто даже повышение объема, капитала, оно не поможет, потому что вы все равно будете возвращаться в эти свои рамки. И там, я говорю, надо смотреть именно в бессознательные ваши цели, в бессознательные стратегии и потребности. И часто бессознательные программы, они гораздо сильнее, чем то, что вы рационально себе думаете. Потому что я всегда говорю, психология всегда рулит в трейдинге. И вы это тоже замечаете. У многих из вас есть вагоны телегознаний, у вас уже есть опыт. Но вы все равно можете делать хаотичные входы, входы не по своей системе. Вы все равно можете откатываться в некие свои финансовые рамки. Вот это про то, что вы только что, о чем я вам озвучила.